Духовое. Село в Лискинском районе Воронежской области. Входит в состав Петропавловского сельского поселения. Деревня Лискинского района на левом берегу Дона возникла в 60-е годы 18 века, как крепостной поселок землевладельцев Масловых, которым принадлежало и соседнее село Масловка. Сначала деревня называлась Никольским по приходу Никольской церкви в селе Масловке. Позднее получила название по соседнему озеру Духовому, или по суеверному представлению о духах, или по запаху гниющих остатков растений, или потому что это озеро было непроточным и в нем зимой задыхалась рыба. Деревня Духовое под названием Никольская упоминается в описании Бобровского уезда 1780 года, где сказано, что здесь был деревянный господский дом. Она отмечена на карте 1780 года, где обозначено также и озеро Духовое. Во время отмены крепостного права помещики Стрижевские, которым принадлежало в то время Духовое, обманули крестьян, наделив их землей, заносимой песком. В результате через десяток лет крестьянам уже нечем было жить. Они вели долгую переписку с уездными и губернскими властями о пересмотре вопроса о наделе землей, но ничего не добились. В результате в 1906 году они разгромили имение помещика Стрижевского. Никакого обмана крестьян со стороны помещиков Стрижевских не было. Согласно почвоведению тех мест, почва там особенно и имеет характеристику меняться. Надел с землей крестьян произошел в 1861 году, а разгром имения Стрижевских в 1906. Ниже приводятся данные из документов Государственного архива Воронежской губернии. Крупнейшей попыткой разрешения аграрного кризиса стала Столыпинская реформа. Эта реформа нанесла сильный удар по патриархальным формам крестьянского землеустройства. Результаты ее оказались действенными. С 1906 года шел устойчивый рост сельского хозяйства, улучшалась культура посевов, повысилась урожайность. Однако реформа шла с большим социальным напряжением. Борьба крестьян проявлялась в разнообразных формах. Это были и потравы лугов, и порубки частновладельческого леса, и поджоги помещичьих имений, юрских хозяйств. В Бобровском уезде были сожжены усадьбы помещиков Стрижевского и Ермолова. Недовольство крестьяне проявляли потому, что реформа, угрепив экономическое положение зажиточного и среднего крестьянства, в то же время привела к разорению и обнищанию бедняцкую его часть. Также в феврале 1885 года около деревни Духовое произошел трагический случай, в результате которого погиб выдающийся русский ученый-заолох и путешественник Н.А. Северцев. Во время одной из своих поездок со своим соседом-помещиком генералом Стрижевским Василием Михайловичем, он отправился по льду Дона из Духового в Лиске и провалился в реку. Его быстро извлекли из холодной воды, но он вскоре умер, тут же на берегу реки. Также в деревне Духовое родился Анатолий Иванович Грибков 23 марта 1919 года. В семье крестьян Ивана Васильевича и Серафимы Кузьминишиной Грибковой. Имел он шесть братьев и трех сестер. За рождение и воспитание десятерых детей мать была впоследствии удостоена почетного звания и награждена орденом мать-героиня. В 1936 году он окончил семь классов школы крестьянской молодежи. В 1938 году окончил Тамбовский технику механизации сельского хозяйства. Работал в колхозе, затем механиком машино-тракторной станции. В Красной армии с 1938 года окончил Харьковское бронетанковое училище имени Сталина. И в декабре 1939 года был отправлен в действующую армию на фронт Советско-финской войны. Командовал танковым сводом в составе пяти танков Т-26. Воевал в районе Кандалакши. В одном из боев танк Грибкова был подбит. Машину с контуженным экипажем эвакуировали из-под огня сослуживцы. За годы войны награжден пятью боевыми орденами. Орденами Красного Знамени по личному распоряжению генерала армии Жукова за операцию Марс. Двумя орденами Отечественной войны. Двумя орденами Красной Звезды. Первые за оборонительные бои летом 1941 года вручены генералам Рокоссовским. И медалью за оборону Москвы. Первые годы после победы служил в генеральном штабе. В порядке исключения по личному указанию Василевского был направлен на учебу в Академии Генерального штаба СССР имени Ворошилова, который окончил в 1951 году золотой медалью. С марта 1952 года служил начальником отдела оперативной подготовки штаба Ленинградского военного округа. С января 1956 года начальник оперативного управления штаба Ленинградского военного округа. С 1959 года начальник оперативного управления штаба Киевского военного округа. С ноября 1960 года вновь в генеральном штабе. Заместитель начальника. И с января 1961 года начальник оперативного управления Главного оперативного управления. В период Карибского кризиса с октября по ноябрь 1962 года находился на Кубе в качестве представителя министра обороны СССР во главе оперативной группы советских генералов и адмиралов. Имел задачу организовать отражение агрессии со стороны США силами группировки советских войск 42 тысячи человек и кубинской армии. После урегулирования кризиса некоторое время занимался подготовкой работников кубинского генерального штаба. Считался знатоком кубинских вопросов. Затем также неоднократно направлялся на Кубу в различные командировки. Был лично знаком с Фиделем Кастро. С декабря 1963 года первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа. В январе 1973 года назначен командующим войсками Ленинградского военного округа. С 1975 по 1978 году окончил высшие академические курсы при военной академии Генерального штаба ВССР. С 23 апреля 1976 по 24 января 1989 года был начальником штаба Объединенных Вооруженных Сил и Государств. Участником Варшавского договора. Воинское звание генерал армии было присвоено 29 октября 1976 года. С 1992 года он в отставке. Жил в Москве. После ухода с военной службы написал несколько книг мемуарного жанра. На службе Советского Союза, судьба Варшавского договора, операция «Анадырь», исповедь лейтенанта. Выделяется его книга-очерк о встрече с полководцами, содержащая яркие очерки об общении автора с высшими военачальниками с позитивными и негативными характеристиками. Скончался он 12 февраля 2008 года на 1989 году жизни в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище. Продолжение следует... 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 Мы одна ассоциация. Наш дом, наше село, наш тихий дом. Ради них я готов был отдать все, что имел в жизни и саму жизнь. Грибков.